Привет всем начинающим и продолжающим тоже. Смею надеяться, что этот сюжет будет полезен обеим группам. С вами Борисов Денис и выпуск блога экстремального фитнеса fit4life.ru Сегодня мы будем говорить о некоторых важных вещах, без которых ваш успех в бодибилдинге будет под очень большим вопросом. Недавно я ездил в Нижний Новгород и, дабы не тратить время зря в поезде, читал книгу Владимира Турчинского «Взрывная философия». Скажу сразу, впечатление достаточно двойственное от прочтения этой книги. С одной стороны, конечно, покоряет подача материала и вообще харизма автора. Наверное, Турчинский – это самый яркий деятель, так или иначе связанный с бодибилдингом за последние лет 10-15. По большому счету, никто больше, чем он, я считаю, для бодибилдинга в последнее время не сделал в нашей стране. Особенно это забавно, учитывая тот факт, что Турчинский никогда не был культуристом. Он, в общем-то, сам об этом всегда говорил. Он был борцом, любителем силового экстрима, американского футбола, выдающимся гладиатором из известного шоу. Но он никогда не был профессиональным культуристом. Он никогда не готовился к соревнованиям по бодибилдингу или фитнесу. Никогда. И, может быть, именно поэтому у меня остался какой-то негативный осадок после прочтения этой книги. Дело в том, что Турчинский в ней оправдывает ряд плебейских привычек, таких как курение или употребление алкоголя, что, в общем-то, на мой взгляд, неприемлемо для профессионального спортсмена. Но это только полбеды. Самое страшное, что я прочел в этой книжке, это идея о том, что быть постоянно в хорошей, подтянутой, поджарой форме невозможно для среднего человека. Эту мысль Турчинский достаточно часто повторял в своей книге. И поэтому, как я говорил, у меня остался негативный осадок. Потому что, на мой взгляд, это все фигня. Я знаю многих людей, очень многих, которые постоянно в великолепной форме. Для этого вовсе не обязательно быть профессиональным спортсменом или обладать выдающейся генетикой. Для этого достаточно желания и стремления следовать определенным правилам, жестко следовать. Но, ко всему вышеперечисленному, была одна идея в этой книге, которая мне безумно понравилась. Это идея о том, что большинство людей приходят в тренажерный зал заниматься физкультурой, а думают при этом о бодибилдинге. Подумайте над этим. Приходят заниматься физкультурой, а думают о бодибилдинге. Это краеугольный камень. Его важно понять, этот принцип. Потому что, если вы его поймете, он здорово вам облегчит дальнейший путь. Это своеобразная развилка, куда пойти, налево или направо, какими способами и методами пользоваться для достижения нужного вам результата. Абсолютное большинство посетителей тренажерного зала занимаются физкультурой. Тем самым они оправдывают множество своих грешков в плане соблюдения режима отдыха и питания. Кроме того, это люди, которые придумали ряд идиотских поговорок в стиле «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Ну, вы, если подумаете, сможете, наверное, вспомнить много такой дряни. В общем-то, я отношусь к подобным людям только позитивно. Мне не нравится. Действительно. Знаете почему? Потому что эти люди со всеми своими грешками, со всеми своими нарушениями, тем не менее, они ходят и занимаются собой. Пусть не так хорошо, как могли бы, но они занимаются своим телосложением, они занимаются своим здоровьем. В отличие от большинства планктона, который сидит у вас по вечерам перед подъездом и квасит беленькую. Поэтому, слава Богу, что есть такие люди, честь им и хвала. Но, как вы поняли, эти люди занимаются физкультурой. И в связи с тем, что они нарушают множество пунктов режима, им очень сложно будет достигнуть какого-то серьезного спортивного результата. Если мы говорим о бодибилдинге, то это рост мышц. И это правильно. Более того, из этого можно вывести главный вывод. Так как мы знаем, можно заниматься либо физкультурой, либо спортом. Так вот, вы должны для себя, прежде чем начать занятия, для себя решить, на что вы готовы, какую цену вы готовы заплатить, и чем вы готовы пожертвовать ради того или иного результата. Нужно ли вам просто здоровье, подтянутый живот, либо вы хотите иметь огромные мышцы. Ничего так просто в этой жизни не бывает. За все нужно платить свою цену. Вы должны, прежде всего, не обманывать самого себя. И ответить на вопрос, готовы ли вы, допустим, не пойти на прогулку с друзьями, а посетить тренажерный зал, чтобы не пропускать тренировку. Готовы ли вы на каком-то крупном празднике ограничить себя в разных вкусностях. Готовы ли вы не пить по тем же праздникам. Очень много, очень много, миллионы различных ограничений. И каждое из этих ограничений дает свои плюсы и свои минусы. Ну, плюс будет в основном касаться спортивных достижений. Минус будет касаться в основном каких-то социальных моментов. Там, отсутствие лишней гулянки или неполучения какого-то удовольствия другого плана. Оно вам нужно? Подумайте хорошенько. Если все-таки все эти ограничения вам нужны, и вы готовы им следовать, для того, чтобы превратить физкультуру в спорт, в нашем случае в бодибилдинг, тогда вам нужно будет следовать некоторым крайне важным правилам. Собственно говоря, эти правила и будут превращать обычные занятия физкультуры, как в школе, в спорт высоких достижений. А бодибилдинг, что бы там о нем не говорили, требует колоссальных вложений физических, ментальных, экономических средств, для того, чтобы получить какой-то результат. Сейчас я вам буду рассказывать те вещи, которые, к сожалению, мне было некому рассказать, когда я начинал заниматься тренировками в тренажерном зале. Как бы это основные постулирующие вещи, которые позволяют вам сделать хороший старт в самом начале. Это своеобразный фундамент, который вам позволит в будущем достигнуть серьезных достижений в плане набора мышечной массы. Итак, мышечная масса, набор мышечной массы, это достаточно длительный процесс. Очень долгий. Вы должны это четко понимать. Речь не идет о месяце, двух, полгода. Нет. В отличие от других видов спорта, бодибилдинг это года, 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 десятилетия. Серьезный результат у новичка, если он будет строго следовать правилам, можно наблюдать, будет только через год, два, три. Чаще всего это будет где-то года три. Через год, если у вас очень хорошая генетика, люди начнут замечать изменения, которые происходят с вашим внешним видом. И так как это очень длительный процесс, набор мышечной массы, очень важно сделать правильный старт. Здесь мы подходим к первому, самому важному правилу для новичков. Это освоение правильной техники выполнения конкретного упражнения. Правильная техника жизненно важна для последующего мышечного роста. Дело в том, что новички часто хватаются за очень большие веса тренировочные, и не соблюдают правильную технику. Это является причиной того, что у них просто не работают рабочие мышечные группы, те, которые должны тренироваться конкретным упражнением. А работают, нагрузка идет на связки, сухожилия, суставы, на второстепенные мышечные группы, на мышцы-стабилизаторы. И в итоге что мы видим? Человек достиг каких-то уже достаточно больших тренировочных весов, а результатов в плане мышечного роста у него особо нету по данной мышечной группе. Ну, к примеру, возьмем тяги для спины. Их можно делать за счет наших широчайших, а можно делать, допустим, за счет рук, за счет бицепсов, за счет того, что человек отклоняется сильно назад, всячески нарушает технику. То же самое, допустим, с грудными мышцами. Человек может выжимать непосредственно вес за счет своих пекторальных, за счет грудных, а может выжимать за счет трицепса, за счет передних дельт, за счет мышц-стабилизаторов, за счет того, что он делает мост, прогибается, то есть всячески нарушает технику, чтобы выжать больший вес. И в итоге нагрузка из целевой мышечной группы уходит во второстепенные. И как бы мы не видим по основной мышечной группе никакого прогресса в плане роста. Вот чтобы этого не происходило, новичок должен насвоить правильную технику. Он должен научиться чувствовать сокращение тренируемой мышечной группы. То есть, извини, если ты жмешь лёжа на грудь, то у тебя должна львиную долю нагрузки забирать именно грудь, а не другие мышечные группы. В связи с этим у меня есть один небольшой секрет, то, с чего начинал я. Секрет же заключается в следующем. Вы должны каждый вечер перед сном делать воображаемые упражнения без весов, на различные мышечные группы. Особенно на те, которые у вас отстают или которые вы плохо чувствуете. Ну, к примеру, легли на табуретку или на кровать, развели руки в стороны и делайте мысленные разводки для тренировки грудных мышц. Или делайте мысленные жимы для тренировки грудных мышц. Развели, сократили, мысленно напрягли, почувствовали, как напрягается грудь. Можно, допустим, выжимать вес или разводить одной рукой, а вторую положить на мышечную группу, чтобы чувствовать мышечные сокращения. Достаточно 4-5 минуты на тренируемую группу. Делать это нужно перед сном, для того, чтобы в то время, когда вы спите, шли определенные процессы в вашем мозгу, формировались определенные двигательные навыки, умение сокращать нужные мышечные группы. Вы увидите, что через какое-то время, буквально через пару месяцев, ваша отдача тренировок существенно возрастет, потому что вы будете делать необходимые упражнения так, как нужно. То есть за счет сокращения необходимых мышечных групп. Часто новички на это вообще не обращают никакого внимания, а это очень важный процесс. Когда у меня появился мой первый тренер при подготовке к соревнованиям, мне запомнился один забавный момент. Мы сидели в сауне, он говорит, посмотри мне на заднюю дельту. Руки лежат на столе, у него, да, локти на столе стоят. Я смотрю, а у него задняя дельта подрагивает. То есть он ее сокращает, сидя. Говорит, вот, Денис, ты должен уметь любую мышечную группу сокращать вот так вот. То есть ты должен чувствовать ее и работать непосредственно над ней. На данный момент, к примеру, я могу делать жим лежа средним хватом. Внешнее упражнение не будет ничем меняться, но в одном случае я буду тренировать трицепс, а в другом случае я буду тренировать грудь. Просто я буду посылать ментальные импульсы либо в грудь и сокращать, выжимать вес за счет грудь, либо в трицепс и выжимать за счет трицепса. Вот подобные вещи, они закладываются как фунтамент в самом начале. Вы должны научиться это делать очень хорошо. И это будет залогом того, что в дальнейшем у вас не будет слабых мест. Вы не будете мне писать, Денис, у меня отстает бицепс, никак не хочет расти, что мне с этим делать? Что делать? Надо работать, учиться сокращать бицепсом вес. Не просто поднимать его, а именно, чтобы сокращалась целевая мышечная группа. Поэтому, вот наше первое правило, с чего следует начинать. Новичок должен освоить технику, а для этого он должен работать с маленькими весами и учиться чувствовать мышечную группу. Второе важное правило было рассмотрено очень подробно в предыдущем выпуске видеоблога. Это принцип прогрессии нагрузки. То есть, напомню еще раз. Для того, чтобы мы изменялись, нужно изменять нагрузку. То есть, тренировочные веса должны увеличиваться. Тогда будут увеличиваться наши мышцы. Если нагрузка не будет меняться, то и вашему внешнему виду тоже незачем будет меняться. Это очень важный принцип. Это основной принцип всех скоростно-силовых видов спорта. То есть, бег на скорость, стайры, спринтеры, метатели, все что угодно. То есть, любые виды спорта, в которых важна скорость и сила, в них всегда основной принцип – это принцип прогрессии нагрузки. Это основной принцип подобных видов спорта. То есть, человек-спортсмен, он раз от раза пытается увеличить нагрузку, чтобы тем самым у него происходила адаптация, он становился сильнее, быстрее, взрывнее и так далее. То есть, второй основной принцип, второе основное правило, с которого начинается бодибилдинг – это принцип прогрессии нагрузки. Ну, как бы он начинает работать, естественно, после того, как вы освоили технику. Ни в коем случае не до того. Когда вы освоили технику и умеете выполнять упражнения целевой мышечной группы, за счет сокращения этой целевой мышечной группы, вы переходите к принципу прогрессии нагрузок. То есть, раз от раза вы стараетесь увеличивать рабочий вес в упражнении. Меня спрашивают часто, как это сделать, увеличить на 5 килограмм, на 10, на 2,5, или может быть повторение. Ребята, и так, и так, и так все правильно. Главное, что в перспективе у вас постоянно увеличивалась нагрузка. Нагрузка, кстати, может увеличиваться не только за счет веса, но и за счет массы других вещей, сокращения отдыха, более лучшей ментальной концентрации и так далее, и тому подобное. Но в нашем случае самый простой способ. Берем какой-то, допустим, вес. У вас 50 килограмм у вас получилось. Вы делаете его 6 раз. На следующей тренировке пытаетесь делать 7 или 8. Потом 9, потом 10. Вот вы дошли 50 килограмм на 10 раз. Ага, значит пришло время добавлять вес. Добавили 5 килограмм. У вас получилось 55. Соответственно, количество повторений у вас снова сократилось, к примеру, до 5-6. И начинайте снова двигаться вперед. Пытайтесь делать 7, 8, 9. Дошли до 10, еще пятерочка. Уже работаем 60 килограмм. 65, 70. Можно добавлять по 2,5 килограмм. Так как угодно. Главное, самое главное, чтобы вы ввели дневник, чтобы вы четко планировали каждую тренировку и старались следовать принципу прогрессии нагрузок. Веса должны у вас расти. Это второй основной принцип, основное правило бодибилдинга для начинающих. Касается количество повторений в рабочем подходе. Дело в том, что мышцы лучше всего растут в диапазоне 6-12 повторений. А если вы будете делать меньше 6 повторений, то это будет чисто силовая работа, которая не приведет к значительной гипертрофии ваших мышц. Если вы будете делать больше 12 повторений, то это будет уже работа на выносливость, на силовую выносливость, что опять-таки будет больше тренировать не быстрые мышечные волокна, которые легко могут увеличивать свой размер, а больше медленные волокна, которые, соответственно, увеличиваются очень незначительно и очень сложно. Поэтому оптимальный диапазон повторений это 6-12. Для различных групп он может немножко меняться. Дело в том, что повторения не суть важны. Имеет значение время нахождения мышцы под нагрузкой. Отказ у вас должен наступать где-то в промежутке 10-30 секунд. Соответственно, если мы приседаем каждое повторение чуть дольше, то для приседания у нас может понадобиться меньше повторений, чем, допустим, для того, чтобы выполнить такое упражнение, как ослинный подъем или там и крыстое. Там амплитуда существенно меньше, и мы сможем сделать больше повторений за тот же промежуток времени. Но, в общем-то, не забивайте себе пока этим голову, ориентируйтесь на количество повторений 6-12. Четвертый наш пункт – это момент суперкомпенсации. Проведение повторной тренировки нужно, чтобы совпало по времени суперкомпенсации с тем временем, когда мышца стала чуть сильнее или чуть больше. Этот вопрос тоже был очень подробно рассмотрен в предыдущем сюжете нашего видеоблога. В связи с чем поступило очень много вопросов, просто очень много, и всех интересует вот этот вот важный момент – как узнать, когда у меня наступила суперкомпенсация? Кто-то пишет, достаточно ли там двух суток отдыха для тренировки бицепса, или, может быть, стоит отдохнуть трое суток? Наступила ли у меня суперкомпенсация? Ребята, ну как я могу ответить на этот вопрос? Это же очень индивидуальные вещи, на которые влияют тысячи факторов, тысячи факторов. Зависит ваш стаж, ваша тренированность, какой у вас режим отдыха, режим сна, сколько стрессов у вас, как вы тренировались, какой режим отдыха между подходами, какие принципы вы использовали на тренировке, были ли у вас негативные повторения, была ли растяжка. Тысячи, тысячи просто вещей влияют на период суперкомпенсации. Есть даже принципы тренировки в фазе утерянной суперкомпенсации. Очень много различных вещей, и учитывая, что все люди разные, нету единых правил. Вот когда вы читаете в журнале, что там написано, вот ученые установили, безоговорочно и окончательно, в muscle and fitness любят такой бред писать, каждый месяц у них новые сроки, вот мы установили, что надо раз в неделю, а в следующем журнале напишут, вот мы установили, надо раз в три дня, а то и раз в два дня, это стресс, будете расти. Весь этот бред пишется, что вы регулярно покупали эти журналы, тратили на них свои деньги. Правда же заключается в том, что ее нету. Сроки, они всегда меняются, для каждого человека они индивидуальны. Как же их определить? Для того, чтобы определить эти сроки, нужно пользоваться двумя вещами. Это прислушиваться к своему самочувствию. И второй момент, это эксперимент. То есть, если вы приходите на тренировку и чувствуете, что она не идет, что вы слабы, или там, не до бога, у вас еще мышечная группа болит после предыдущей тренировки, а самое главное, что у вас не получается добавить нагрузку, не получается увеличить вес, то значит, вы не довосстановились до исходного уровня. Я уже не говорю про суперкомпенсацию. Вы не компенсировались до исходного уровня. Не говоря уже о росте. Какие можно сделать выводы? Ага, самочувствие мое. Я себя чувствую погано. Ни фига не прибавил. Значит что? Значит нужно добавить день отдыха. Или там, изменить немножко режим, добавить там, еды. Ага, хорошо, докинул день отдыха. Пришел на тренировку. О, блин. Повторил тот же результат, что был на предыдущей тренировке. Восстановился, но не стал сильнее. Угу. Ну, значит я иду уже в правильном направлении. Как бы эксперимент приносит свою пользу. На следующий день, на следующей тренировке я докидываю еще один день. Пришел. Ага, самочувствие классное. Два дополнительных повторения в рабочем упражнении. Вот. Вот оно. То есть эксперимент показал, что мне нужно не на день больше отдыха, а на два. Значит для этой мышечной группы я должен там, условно говоря, отдыхать 4 дня. Так вы поставите опыты как бы над всеми тренируемыми мышечными группами. И узнаете, сколько той или иной мышечной группе нужно отдыха для суперкомпенсации, для роста. И этот срок, он будет актуален именно для вас, именно в тех условиях, в которых вы в данный момент живете, тренируетесь и так далее. И боже мой, никогда не слушайте вот эти вот правила, что нужно столько-то, нужно столько-то подходов, повторений, отдых такой-то. Все люди очень разные. Если бы мы жили на планете клонов, где все генетически были одни и те же, при всем при этом тренированность у всех была бы одинаковая, тогда может быть какие-то могли бы быть схожие моменты там в плане отдыха, восстановления и так далее. Но мы как бы все очень разные. То есть один человек может тренировать мышечную группу раз в два дня, а другому нужна неделя, а то и две недели. То есть есть у нас два человека весьма известных. Это Арнольд Шварценеггер и Менцер, ныне покойный. Один тренировал мышечную группу три раза в неделю, а второй тренировал мышечную группу раз в две недели. И у того и у того был значительный рост. И кто из них прав? Поэтому только эксперименты самочувствия. Это позволит вам выявить вашу суперкомпенсацию, во время которой вы должны проводить последующую тренировку. Он уже набил оскомину, о нем очень часто пишут, но тем не менее я о нем тоже скажу, подсяду вам на уши, потому что он действительно важен. Речь идет о свободных отягощениях. Ребята, первые два года никаких тренажеров, только штанги и гантели. Это так называемые свободные веса. Именно эти снаряды позволяют вам вовлекать большое количество мышечных групп в работу. То есть вы, когда, допустим, жмете штангу лежа, у вас задействована помимо груди дельты, трицепсы, спина, куча стабилизаторов. Они тоже получают косвенную нагрузку, они тоже растут. И это именно придает ту самую массивность, позволяет набирать большие пласты мышц на вашем теле. Поэтому никаких тренажеров, базовые упражнения со штангой и гантелей. Список базовых упражнений вы можете посмотреть в соответствующем разделе нашего сайта Fit4Life.ru. Там достаточно подробно они расписаны. И более того, есть возможность посмотреть правильную технику их выполнения. Также правильную технику их выполнения вы можете посмотреть непосредственно на нашем канале Ютуба. Касается питание. Новичкам часто достаточно сложно разобраться во всем этом многообразии терминов и понятий. Все эти нутриенты, белки, гликемические индексы, килокалории и так далее кажутся им темным лесом. И вообще эта странная тайная наука может быть освоена только какими-то адептами в каких-то секретных заведениях. Ребята, забудьте, это не столь важно. Новички часто концентрируются на второстепенных вещах. Какой протеин лучше, какой генер, а как их сочетать? Ребята, а не отвалится ли печень? Для начала вам не стоит забивать себе всеми этими вещами голову. Постепенно, со временем вы разберетесь и у вас возникнет понятийный аппарат. Для начала же я хочу, чтобы вы делали одну простую вещь. Ваше питание изменится только в том, что каждый день вы будете дополнительно выпивать 2 литра молока. Если там какой-то протеин, какие-то добавки спортивные, то тогда просто 2 пакета молока в день. Их выпить очень легко. К примеру, вы выпиваете пол-литра после тренировки, чтобы обеспечить себя белком, пол-литра вечером перед сном, а оставшийся литр вы там по одному-двум стаканчикам в течение дня после еды. Это совсем не сложно. Выпить 2 литра молока очень просто. Но такая добавка к вашему постоянному рациону позволит вам получить дополнительные 1000 ккал в день и дополнительные порядка 60 грамм белка животного. Что очень хорошо. И по большому счету это должно сместить ваш баланс в сторону анаболизма. Ваш баланс питания. Все остальные вопросы по поводу понятийного аппарата, другие нутриенты, глицемические индексы и чего там только нет. Все эти моменты вы будете осваивать чуть позже. Пока запомните. Просто в течение дня 2 литра молока. Это все, что вам нужно знать на начальном этапе о спортивном питании. И выпуск блога экстремального фитнеса fit4life.ru Наша передача сегодня была посвящена самым маленьким, начинающим. Все свои вопросы вы можете задавать на нашем форуме. Друзья, только у меня к вам огромная просьба. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы в группе ВКонтакте, на форуме, в блоге. Они специально для вас созданы. Только не пишите мне, пожалуйста, в личку. У меня нету 10 секретарш, хотя эта мысль мне очень нравится. Я просто не могу разорваться. Поэтому пишем на форум или в группу ВКонтакте. Также вы можете подписаться на новые видео-выпуски нашего блога. И добро пожаловать на наш видеоканал на YouTube, где вы можете посмотреть остальные видеоролики. Всем спасибо. Все свободны.